Днем во вторник в микрорайоне ТЭЦ-3 произошла авария на магистральном трубопроводе. Без тепла остались 151 многоквартирный дом и 11 школ и детских садов. Всего 15 тысяч человек. Последствия ЧП обещали устранить быстро и тепло населению дать. Тем не менее, днем в пятницу жители двух домов по улице Запрудное в Кохме до сих пор мерзнут. Ну, если ничем не поддерживать, там, какими-то электрообогревателями, что, соответственно, влияет и на последующую оплату коммунальных платежей, то ментально восстывает. Тем более, ну, как-то не сказать ментально, но дело не в том, что за час или за три она остывает. Как же она остывает и не нагревается. Нагревается, поддерживает какая-то рабочая температура с помощью дополнительных обогревателей, что, соответственно, на наш карман влияет. Столбик термометра в квартирах остановился на отметке 18 градусов. Жители топят газом и обогревателями. Все это по совету местного ресурсника Кохмобытсервис. По телефону так и сказали – топите и терпите. Исправим. Семейная ситуация – это холодно, это неудобство, это некомфортно. И включаем обогреватели, гренься газом, духовка и все остальное. Ну, так как будто бы этого ничего и нет, потому что только выключишь, и сразу температура на том же месте. Горячую воду дали в пятницу утром, но тепла так и нет. Жители грешат на управляющую компанию. В доме что-то сломалось, а они не спешат устранять. Коммунальщики по чиновничьей традиции списывают ошибки на ресурсников, а те на мэрию. Жители так и сидят в холоде. Правда, Кохамская администрация предложила вариант для обогрева. После звонков в администрацию они сделали какое-то совещание и предложили нам комнату для обогрева в доме культуры. Чтобы там те люди, которые замерзают в своих домах, и нет у них возможности обогреться дома, чтобы они приходили в дом культуры. Греться в дом культуры, что в четырех остановках от дома никто идти не хочет. Юрист, которого пригласили, чтобы правильно составить жалобу, считает, что жители могут претендовать на перерасчет по квитанциям и компенсацию морального вреда. Первое, что необходимо сделать, это правильно зафиксировать вообще сам факт непредоставления услуги, в данном случае тепла. Необходимо обратиться в ответственную компанию, это либо управляющая компания, либо ресурсоснабжающая компания. Все зависит от того, на каком участке коммуникации произошла вот эта ситуация, из-за которой люди остались без тепла. В любом случае управляющая компания обязана составить акт. Потребитель услуги может обратиться к ней либо письменно, либо устно в диспетчерскую службу. И в течение двух часов, как установлено в законе, такой акт должен быть составлен. Причем суммы в квитанциях должны пересчитать автоматически у всех, а не только у заявителей. Но чаще всего коммунальщики это правило игнорируют, поэтому жителям нужно быть активными. В нашей съемочной группе в мэрии пообещали на место отправить специалистов и на выходные без тепла жителей не оставлять.